Чё, батя пробила два колеса какими-то саморезами. Вот, и мы находимся сейчас... Пап, где? Чё это за место? Это бывший совхоз. Бывший совхоз. Тут, конечно, полазить бы, поснимать. А чё же не открыты? Ну, это просто свои попросили здесь ремонтировать. Ну, значит, завтра поедем. Завтра не поедем. Завтра понедельник. Здесь тяжёлые колёса прокалывают за выходные. И очередь будет. А вот только разгрузится всё. Мы приедем где-то. Вот, если мы в двухэтажки приехали, в заводские... Ну, ладно, вам посёлок поснимаю чуть-чуть. Мы сейчас три шиномонтажки объехали, так как в воскресенье у всех выходное. Наоборот, получается, ну, как бы должно быть... В воскресенье рабочие дни. Ну, потому что люди же, те, которые работают два раза, пять раз в неделю, им как раз по воскресеньям они делают дела. Ну, короче, у нас такого нет. У нас в городе, конечно, и суббота, и воскресенье все работают люди. А здесь, видите, в воскресенье все выходные. Здесь население маленькое. Работать мало людей работают. Работают в основном в Москве, на севере. А здесь работа, чьих мест нет почти, мало. Нет, вот, допустим, ты бы работал пять раз в неделю. У тебя только суббота, воскресенье, выходной. А как? Ты приезжаешь, а везде все закрыто. В больницу мы проезжаем, и мы в больницу. Все время выкраивают. Вот. Сейчас едем в кулинарию. Там сказали, что у них есть замок любви. Очень вкусные тортики, такие прям натуральные. Там используется сметана домашняя, наполовину сметана заводская. И чуть-чуть чего-то там, нам сказала, ну, там, те, которые занимаются производством. Медовые коржи, там прям мед кладется в эти медовые коржи. Говорят, очень вкусный замок любви. Сейчас назад доедем. И я вам свою мысль доскажу, о чем мы думали вот недавно, о кредитах. С родителями обсуждали тему кредитов. И тему того, что, например, вот в таких странах, как Германия, Франция, ну, в Германии я точно знаю, потому что нам люди говорили, у них там запрещено высаживать в своих частных домах, даже если у тебя есть частный дом, тебе запрещено сажать там огурцы, помидоры, да? Ну, короче, овощи тебе запрещено сажать. И я сейчас расскажу, с чем это, возможно, связано. И у нас даже какие-то там законы, то ли пытались создать, вот, пытались вести их, какие-то садоводческие, несадоводческие, в каких можно сажать, в каких нельзя сажать в дачных поселках, вот. И с чем это связано, я вам расскажу. Это очень все так хитро выдумано, чтобы нас поработить. Вот взяла пироженку «Снежинка», потому что вот Масалези разговаривала, которая как раз и занимается выпечкой этих всех тортов, и моя вот одноклассница, она работает в кулинарии на выпечке, то есть она печет вот эти вот пирожные и тортики. И вот мы сейчас заехали, она говорит, вот у этих составов хороший, потому что я все-таки привыкла к тортикам с хорошим составом, я лучше заплачу дороже, чем, ну, съем более-менее натуральное, чем куплю много именно. Вот, а «Замка любви», к сожалению, нет. Сегодня вот там что-то, то ли сметана закончилась, они на сметане ее делают. Там вкусно, по идее, должен быть тортика, медовые коржи. У нас сейчас, наверное, ливень, я так думаю, будет, потому что громыхало вот это вот тучи и приближалось к нам. И такой резкий перепад температуры. Я помню, когда я в Иркуте раньше была, ездила, вот, и там такая погода была интересная, то есть жара, ты ходишь в маечке, через минуту буквально ветер начинает дуть сильно, и приходит какое-то облако, и оттуда валит снег. То есть, представляете, такой резкий перепад температур, резкий. То есть, от жары, от маечки, от плюс 30 до, прям, я не знаю, сколько, до плюс 15, и прям такие резкая смена. Теперь, что-то я сегодня разговорилась. Теперь мне выключить глаз. Пирожное прям такое свежее. Дождь просто стеной, просто стеной обложила опять все. О, вон, посмотрите. Хотя, в принципе, по прогнозам, его сегодня не должно было быть. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, вы посмотрите. Пап, ты посмотри, что творится, сейчас громыхнет. Вы посмотрите, что не справляется, ничего. Все зальет, все зальет, весь огород зальет. А там, блин, льет. Бать, весь огород зальет. Вон, все херачит, но через край. Хотел дождя, Бать? Угу. О, получай. Теперь картошку не скоро будем копать. Ага. Ну, еще в 17-м. Посмотри, там даже и в конце края его нету. Туча идет вот оттуда. Вот оттуда идет туча. С Добринки-то? И там огромная туча. И вода мимо идет. Мимо бочки. Капец вообще. Вон, даже не справляются. А эти, что бегают? А эти, что бегают? Подождет-то. Тупары. Молодые, хулиганят. Да и мозгов, что нету. Вот, смотрите, что творится. Да кто мог, тут как они просыхать, солнца-то нету. Вон, что, все рьется. Офигеть. Просила поселок дождя? Просила. Просила, чтобы не забила. Вот теперь получилось. А у нас либо идет, либо вообще дождя нет, либо так польет, что все смоет нафиг. Огурцы заливает. Все, мама. Капец. Урожай. Не, нормально. Да? Вот сейчас вас прянет земля, наконец-то. Ну да. Наконец-таки. Все равно у нас. Вообще классно. Я так люблю дождик, это вообще. Видите, Капитос, я тоже прессую. Вот дождик, смотрите. Мась, вот ты что сюда лазишь со своей волоснёй, а? Кто тебе сюда разрешил? И вот еще на эту лег. Прижаться, призываться. Мась, вот ты куда лег на розетку? Чуть-чуть ундра хреновая. Ну, скажи, баб, ты не ругай. Я бы шел-шел нормально бы. И вот сюда бы пришел куда-нибудь. Двигайся. Ой, он еще сильнее пошел. Сюда ложись. Мась, иди сюда. Ой, мам, ты посмотри, он еще сильнее пошел. Да вообще пипец. Смотрите, что происходит. Офигеть, сейчас все убьет здесь. Бля, вообще все белое. Все белое. А, цыплята бегают, бестолковая. Гляньте, гляньте, гляньте. Ваня, иди посмотри, еще больше пошел. Это он видит уже оттуда. Охренеть. Вы видите? Охренеть. Это льется, вот эта вот вода. Кстати, камера не передает дождя. Офигеть. Только на мужах можно увидеть. Офигеть. А круто и утоплите. Даже круче, чем вчера, да? Вчера такого не было. Ну, так умеренно шел. Омолдеть, омолдеть. Ну, машину загнали хоть? Для жителей, для деревенских. Развлекуха, ливень. Ливень. Ай, все. Тут не было, не было, напряжу. Вот, господи. Теперь можно перепозировать. Вот, и видишь, место долить тебе свободное. Ну, да. Он идет и прижуха боится. Сейчас втык получит. Ну, вот волосня, если бы у него не летела, то тоже сейчас по-новому все надо будет перемывать опять. От него волосняли? Ну, шо я ему сделала? Скинуть его? Да я просто говорю, я же не тебе говорю. Иди, иди, разберись-то. Кто там что? Да я сейчас тоже гляну. Ну, что скажешь? Смерть, ладно, он сзади может быть. Смотри-ка. Вливает нас все. Да, огурцы теперь помнили. Все, мы все сделаем. Приньбрец вообще. Вообще, посмотрите, все заливает. Все залило. Сейчас, который махнет. Вообще, все заливает. Все грядки залило. Офигеть. Вы посмотрите, все грядки залило. Это теперь не скоро он, мамой. Как это сказать? Не скоро он. Потеплее. Сейчас залила куртку и пойду. С Байтом куситься. Бай, ты посмотри, что он. Ну, излишем стеной. Капец вообще. Мало дождя у тебя было? О, получай теперь. Получаю. Получаю. А вот там под этой бетономешалкой цеплять нет? А я откуда мы слышу, я же без линз. Слышишь, слышишь? У-у-у-у. О, обожаю. Красота. Красота. Если оттуда, там стеной вообще, Бать, в стене горы. Ты видел? Нет. Все зальет, Бать, здесь, мам. Ты посмотри, что, посмотри, что. Деревья, посмотрите, как. Это да. Бать, подержи пока, поснимай, а я это одену. Ты за мной, где-то. Там весь с той стороны, видите, горы зеленый, да. Все грядки плавают. Вот, вон тебе, как ловится. Вот, вон тебе, как ловится. Да, я сейчас. Там где-то солнце пробуется. Нет, солнце, оно же садится сейчас. Не получается, что как будто бы светло, а все равно тучка над нами.